Здравствуйте, это Укрлай в Судмиле Немире, и мы продолжаем наш эфир, и я хочу напомнить, что спонсор канала «Торговая марка Гейтман». Мы очень рады, что с нами сегодня на связи Валентин Бодрак, я хочу напомнить, что он директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения. Валентин, здравствуйте, спасибо большое, что вы сегодня с нами. Здравствуйте, Людмила, как всегда, очень благодарен вашему приглашению. Спасибо. Валентин, я хотела бы начать наш с вами разговор с сегодняшней информацией о том заявлении НАТО. Вот я специально, готовясь к интервью с вами, даже вот этот для себя сфотографировал материал. Без крупной мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию в Украине, заявил высокопоставленный чиновник НАТО на полях встречи глав МИД стран Альянса в Брюсселе. У российских военных для этого все еще нет боеприпасов и маневренных подразделений, считает представитель НАТО. Они, скорее всего, продолжат атаки, направленные на изматывание ВСУ. Но это просто один из взглядов на ту очень большую информационную, я не знаю, можно ли это назвать кампанию, но мы так долго говорим о возможном российском наступлении. Причем об этом говорят на Западе, мы очень много об этом говорим. И очень хотелось бы сегодня серьезно поговорить на эту тему, потому что очень по-разному люди реагируют. Вот, например, мы получаем очень много даже писем из Харькова, где люди спрашивают, спросите у военных экспертов, что же будет. Мы видим, как мэр Харькова даже обращается к жителям и говорит, что нет повода для какой-то серьезной эвакуации из города и так далее. То есть мы видим, что это ситуация. Мы слышим, что происходит там на границе с Сумской областью. И там тоже очень неспокойно, кроме бомбежек, вот еще разговоры о большом наступлении. Все чаще раздаются разговоры о том, что наступление может быть, например, только где-то на востоке. С другой стороны, и Беларусь снова активизировалась, и там Лукашенко стал размахивать, пока непонятно, чем он до конца размахивает, да, но чем-то размахивает. И в этом смысле создается такое, есть, знаете, есть то, что есть, а есть то, что вокруг этого, большой информационный шум. И в этом смысле очень хотелось бы, Валентин, если можно, вот то, что информационный шум, отложить в сторону и поговорить серьезно, что есть у России здесь и сейчас, и когда может быть, чтобы она могла пойти в масштабное наступление. И что такое масштабное наступление? Ну, давайте начнем с НАТО, заявления НАТО, представителя НАТО. В течение всей этой войны, к сожалению, я имею в виду большой войны, да, к сожалению, происходит ситуация, когда на таком среднесрочном уровне, да, или, как мы говорим, оперативно-тактическом, наверное, да, уровне Россия постоянно недооценивается, а в стратегических оценках переоценивается, да, и недооценка вот связана с чем? С исключительной западной логикой, она вроде бы все правильно, да, это, но здесь не усчитывается психика, психика Кремля и психический разрез того общества, которая уже стала, ну, просто боевым стадом, да, можно назвать так условно. И не учитывается, что Кремль может пойти на нелогичные вещи, да, на совершенно, ну, не до конца, как бы, проработанные вещи. Но ведь это же уже было, да, то есть многие, многие не верили в масштабное наступление. Кстати, я здесь не буду скрывать, я тоже мыслил логически и по всей логике не должно было быть масштабного наступления. Я, например, был уверен, что будет наступление локальное, где-то вот Донецкая, Луганская область просто будет массированная такое, больше атак с целью пробивания, ну, и плюс на юге с целью пробивания сухопутного коридора, а не более, да, то есть. А Кремль и Путин решились на, ну, не совсем логичные вещи, да. Теперь вернемся к наступлению нынешнему. Ну, к примеру, вот вчера вечером, поздно вечером было заявление Центра противодействия коррупции в Совете Национальной Безопасности, где было сказано, что Россия готовится к наступлению в мае-июне. Но там как раз говорят о тактическом наступлении или, возможно, переходе его в оперативно-тактическое наступление, развитие оперативно-тактического успеха и с целью захвата, прежде всего, Славянска-Краматорска, да. С другой стороны, мы услышали на этой неделе, в начале недели было вот издание «Политика», которое обозначило август месяц, готовность. И я хочу, отталкиваясь от этих вещей, хочу предложить вот свой анализ. Почему такие разные подходы, разные цифры? И на самом деле, как будто бы все правы, да. По логике, логика Центра противодействия коррупции, она очень линейна и проста, да. Там идет изучение логистики, наращивание логистики. Их задачей этого заявления было опровержение неспособности идти на Харьков, потому что нет такой группировки и нет логистики, и нет признаков. То есть, разведка говорит о том, что логистики сейчас нет. Что касается «Политику», то там сложнее размышления. И размышления связаны с тем, что Россия все-таки будет осуществлять мобилизацию. Мы знаем объявленный призыв, мы знаем объявленное о 300 тысячах мобилизации. И мы знаем замечательное просто заявление Министерства обороны России о том, что после террористического акта в Подмосковье там просто фееричная пошла мобилизация, и люди очень хотят воевать, да. Удивительно, что некоторые западные структуры быстро купились на это заявление и уже сделали прогноз, что Путину удалось это использование этого террористического акта. На самом деле ситуация гораздо более сложная и многогранная. Давайте начнем с мобилизации российской. Во-первых, мы не до конца можем сейчас судить вот в эти 300 тысяч, о которых было заявлено, учитывают ли они 150 тысяч призывников. Или это отдельная история. Но неважно, как бы там ни было, пропускная способность всех центров подготовки, и даже если предположить, что она будет увеличена в разы, пропускная способность, что будет создана новая, мы помним, в 1922 году 16 новых центров были созданы на базе высших учебных заведений, на базе вузов, и использованы были белорусские возможности. Да, допустим, и сейчас это будет все сделано, Но даже если предположить, что в России пойдут по пути внутренней такой фальсификации, то есть готовить, будем говорить так, слаженные подразделения по временному уровню курса молодого бойца в СССР. Мы помним, в СССР курс молодого бойца был три месяца. Нет, не помним, но теперь мы будем знать. Ну, я помню хорошо, поскольку проходил его сам, как бы. Но это курс молодого бойца в воздушно-десантных, как минимум, войсках, поэтому где-то он может быть и меньше. Я слышал о том, что где-то 27 дней проходит от нуля до слаженного подразделения. Но это же мы все понимаем, это все фикция. Но даже если они пойдут по такому пути, то, конечно, они где-то к августу и будут готовы к именно большой, как мы говорим, стратегической наступательной операции. Условно готовы, потому что на самом деле их эксперты еще в октябре прошлого года, но аргументировано очень. Я напомню, может быть, тем зрителям, слушателям, которые пропустили ту нашу прошлую беседу, что речь идет о так называемых агарковских слушаниях, где целый генерал-полковник Балуевский, бывший начальник генштаба России, этим, ну, как бы координирует, управляет. Там достаточно такой компетентный среди российских аналитических структур. Это Центр анализа стратегии и технологии Руслана Пухова. То есть это все присутствовало. Они тогда пришли к выводу, что 12 месяцев нужно для подготовки, нормальной подготовки бойца и слаженного подразделения, и в России не хватает, катастрофически не хватает сил для ударного кулака. Вот это два тезиса ключевых. Так вот, сил для ударного кулака как бы и до сих пор не хватает, и вряд ли будет хватать, потому что стачиваются подразделения в ходе войны. Маркер авдеевская ситуация. Достаточно было много опасений, что враг воспользуется таким тактическим успехом на авдеевском направлении и разовьет его до оперативно-тактического успеха. Не получилось. Почему? Даже при том, что у сил обороны Украины реально не хватало резервов, это было видно по переброске 3-й штурмовой бригады, ну и по многим другим маркерам. Так вот, не было резервов у противника. Не было резервов. Не было не только подготовленных резервов, а не было живых резервов в наличии, которые можно было бы бросить. Это значит, что даже если сейчас они проводят, они проводят, конечно, тихую, скрытую мобилизацию и осуществляют подготовку, то это все уходит на, так сказать, стачивание. На эти резервы. Они готовятся, и они тут же стачиваются. И опять же, мы видели много разных историй. Вот проведу аналогию. В прошлом году при штурме Бахмута, вернее, там под Угледаром была история, когда 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота была наголову разбита просто. Там было громадное количество техники. Сейчас точно такая же история, очень показательная под населенным пунктом Тоненьке. Там было порядка, ну, более 20 различных машин бронетехники, из которых, кажется, до 12, а может быть, более танков. Но не важно сколько, важно, что это было одно из наиболее мощных наступлений с применением бронетехники. Оно провалилось. И это говорит о многом. Это говорит о проблемах, о большом дефиците младших командиров. Там сейчас рассматривают вопрос построения, создания легких бригад на базе беспилотников. И они же сами признают, это из российских источников, информация о том, что не хватает специалистов, не хватает, прежде всего, младших командиров. И большой расчет на сержантов. Но у сержантов традиционная логика – это получать от верхнего начальника подтверждение. А они опасаются, что время, которое пойдет на обработку информации на подтверждение, приведут такие бригады к краху или, как минимум, несостоятельности. Потому что они создаются для ударного кулака, именно для создания ударного кулака. Так вот, людей у них хватает. Они наберут, могут набрать 300, могут 500 тысяч, но они не могут их подготовить. Дальше. Второй момент. Техника. Ну, известно и наша разведка, и военная разведка, и западные разведки, в частности, британская, МИ-6 были сообщения о том, что порядка 40% стратегических резервов бронетехники расконсервировано. О чем это говорит? Говорит о том, что техники, которую производит оборонно-промышленный комплекс России, ее реально не хватает. Там есть, ну, единицы производятся, да, но они усилия сделали на самоходно-артиллерийские установки, на реактивные системы залпового огня, типа Торнадо-С. Немножко новые танки, да, но это в разы меньше, чем восстанавливается из старых запасов. И в итоге, получается, недоподготовленное войско с старой, преимущественно, где-то процентов на 70, а то и больше, старой техникой будет, ну, готово к тому, чтобы его бросили в наступление. Теперь вопрос, бросит или не бросит в наступление Кремль? И вот этот момент, он из разряда психологии, да, больше. Почему? Потому что в Кремле сейчас есть много доказательств, не буду сейчас останавливаться, но есть веяние, что нужно срочно, нужно спешить, потому что это максимальный, это момент, которым нужно максимально воспользоваться. Спешить с наступлением, имеется в виду спешить. С наступлением, да. То есть бросать недоподготовленное войско в наступление. И будь что будет, да, по принципу десантному ввяжемся в бой, а дальше посмотрим. Я не исключаю, что как раз оно может начаться с такого тактического наступления на Славянск и Краматорск, а дальше будут они смотреть, потянут они или не потянут. Потому что о чем они сейчас думают, размышления? Первое. Саммит НАТО в июле, да, желание громадное у Путина успеть до саммита НАТО с наступлением. Второй момент. Почему, Виталий? Почему? Потому что это дополнительный эффект давления на НАТО, да, чтобы никаких сюрпризов не было. Там же уже прошло в прессу, что на саммите НАТО могут быть, как там сказали, остренькое блюдо, да, как-то такое для Украины готовится, да. То есть, какой-то, какой-то такое что-то вроде сюрприза. Следующие моменты, да. Сейчас реально утеряно лидерство Вашингтона в рамках НАТО. Происходят очень, ну, нехорошие, будем так говорить, вещи, связанные с вот этой вот соперничеством за лидерство, особенно в Европе, да. Мы знаем о том, и мы видим на этой неделе было, скажем, то, что результаты переговоров Макрона с Байденом, да, о чем нам говорят. О том, что Францию не очень-то видят лидером в Европе, а Франция кое-что сделала, да. Ну, помимо вот этого заявления, где, будем говорить так, Макрон эмоционально, я так думаю, что он эмоционально влип, как бы, да. То есть, он просто себя, ну, поставил в такую ситуацию, поспешил, да, заявить. И потом ему и многим другим его сподвижникам пришлось много как бы объяснять за скобками, да, как бы говорить разные вещи, но, тем не менее, все эти аргументы, объяснения, вот в Штатах он заявил, что в случае, если на французские войска в Украине будет удар, то он не попросит, ему не нужна будет помощь НАТО, да. Очень такое серьезное заявление. Блеф это или не блеф, мы сейчас дальше посмотрим. Потому что Франция, да, есть элементы блефа, но на фоне еще большего блефа России. А в чем, почему еще Россия спешит? Вот этот раскол между Европой, между европейским НАТО и американским, да, лидерством, и заявление Столтенберга о том, чтобы Рамштайн передать в НАТО, и практически Столтенберг поддержал Макрона, будем говорить так, да, тихо поддержал, ну, не тихо, а вот таким способом, эзоповским языком, да, А можно еще один фактор по НАТО? Вот только сегодня прочла, просто интересно, может, это вот сюда же, да. Итак, министр иностранных дел Республики Польши написал у себя на Твиттере следующее, и я, честно говоря, даже не знаю, что это означает. Мы приняли решение о создании миссии НАТО, имеется в виду в Украине. Это не означает, что мы вступаем в войну, но теперь мы можем использовать возможности Альянса по координации, обучению и планированию для более скоординированной поддержки. Вот это на всякий случай тоже. Да, я читал это сегодня утром. Это некие такие элементы перегруппировки НАТО, да, европейского НАТО, такие элементы перегруппировки, потому что дальше я хотел сказать о том, что практически незаметно прошла годовщина НАТО, да, 75-я годовщина. Прибавилось два члена НАТО, отметили 75 лет и отметили настолько тихо, что стало ясно не только аналитикам, но и обычному обывателю стало ясно, что НАТО находится на линии разлома практически. Практически НАТО очень-очень выглядит слабо по сравнению с Россией, очень слабым блоком выглядит. И только Украина сейчас фактически является аргументом и стимулом для объединения НАТО, да. И Украина становится на самом деле активом, мы видим это по Европейскому Союзу, по вовлечению украинской промышленности оборонной в оборонку Европы. Это свидетельство, что Украина становится активом, и Украину воспринимают больше как актив. Активом чего? Вот это очень важно, безопасности или чего? Да, смотрите, раньше всегда Украину считали, ну как бы тягорем, да. Не будем ее троить, потому что это очень опасно, это такая тяжесть. И на этом, кстати, базировались выводы Вильяма Бернса, когда он был послом России и дал оценки, чтобы не давать Украине программу членства в НАТО, да, в ПДЧ. И сейчас Бернс и Салливан по свидетельству Курта Волкера являются наиболее важными советниками Байдена. И им, очевидно, мы должны как бы в кавычках поблагодарить этих двух людей, да, Бернса и Салливана за ошибки, за стратегические ошибки Байдена. За то, что не поддержали Украину так, как необходимо. А сейчас вообще ситуация зашла в гигантский такой штопор, когда, будем говорить так, глава комитета по иностранным делам Майк МакКоул, да, напомню, что три главы комитета, это один из них Майк МакКоул и еще два, это комитет по разведке и комитет по вооруженным силам. Они в январе представили план победы Украины, да, то есть это серьезный был документ. И вот сейчас МакКоул говорит, это вчера, по-моему, произошло, МакКоул говорит о том, что Салливан уверен в том, что Россия, в случае, если Америка даст оружие Украине, то Россия нанесет превентивный ядерный удар по Соединенным Штатам. И вот этот МакКоул, он вообще пишет у себя в Твиттере, пишет о том, что на какой планете живет этот господин Салливан, он его Джейк называет, на какой планете живет Джейк. То есть мы видим вот это вот, ну, просто смещение, да, смещение взглядов западных. И, кстати, сегодня мы прочитали, очевидно, это вчерашняя Financial Times, о том, что происходит ситуация, когда опять ядерный шантаж стал причиной новых размышлений. То есть статья посвящена ядерному шантажу, подсчитыванию ядерных боеголовок, кто что сможет поразить, насколько у США сейчас там 1900 ядерных боеголовок, насколько вариант удвоить это количество, что может Россия с 5000 боеголовок, что может Европа, объединенная Европа, это Франция и Британия, порядка 500 боеголовок. Так, и что может Китай, который уже с 300 боеголовок поднялся до 500 и до конца десятилетия должен получить тысячу. То есть ситуация идет совсем в другой разрез, да, не в поддержку конвенционального наступления и освобождения территории Украины, а опять в боязнь ядерного оружия, ядерного шантажа. Выгодного для России, правильно я понимаю? Безусловно, это все происходят, эти статьи, эти заявления, эти все вещи происходят не без спецслужб и лоббистов России. Но мы ведь знаем все, что нынешний спикер Джонсон, Май Джонсон попал в Конгресс благодаря российским деньгам. Мы же это знаем все, это официально подтвержденная информация, что это деньги, конечно, были формально олигархов российских, но я думаю, ничего у олигархов, и мы это хорошо знаем по судьбе Ходорковского и других, Березовского, да, что ничего там у олигархов не происходит без, так сказать, согласования и без всех нюансов связей с Кремлем. Поэтому, да, в конце марта появились материалы о том, что поскольку появились скандинавские новые члены НАТО, то американцы подумывают о переброске в арктический пояс военных баз. То есть, получается, что в целом смещена позиция. Россия не только довольна этим, она причастна к этому, и она намеревается это использовать. То есть, мы видим в НАТО большой разброд и шатание. Следующий фактор Китай. Китай вышел на арену. А можно пока секундочку? Можно сейчас до Китая? Еще, Валентин, еще один очень важный момент. Мне кажется, вот очень хочу ваш комментарий, если можно. Столтенберг заявил, что по его убеждению фундаментально существует два вероятных сценария для развития дальнейшей ситуации в Украине. Один из них касается того, что союзники НАТО будут способны мобилизировать больше поддержки, и Украина сможет вернуть больше территории. Так оно и звучит. Другой сценарий таков, что мы не сможем этого сделать, и тогда существует серьезный риск, что Россия захватит даже еще больше территорий, и потом мы будем в еще более опасной позиции. Ну, вот таких. Ну, мы можем говорить о том, что европейская НАТО будет стараться. И по суммарной, по финансовой помощи, сегодня Европа, как бы, по финансам сравнялась с 23-м годом, где Европа и США вместе. То есть, там чуть-чуть не хватало, вот там было 37, кажется, миллиардов, а сегодня 31 точно посчитан, и там еще вот считали этот 5-миллиардный фонд. Там есть небольшие там колебания, но, тем не менее, условно почти сравнялись. Но, есть нюансы. С чем они связаны, эти нюансы? Нюансы, они нам не на руку, потому что Европа сейчас эгоистична. И даже тот шаг, который, ну, был расколдование, да, эгоизма французского и греческого, когда сначала они заблокировали чешскую инициативу по боеприпасам, а потом все-таки нашли деньги и все-таки сделали это, вложили деньги, и боеприпасы мы получаем, как бы, несмотря на то, что Франция хотела бы свой Некстер загрузить, да, но, тем не менее, получаем, а Греция очень не хотела бы, чтобы мы у Турции покупали, да, боеприпасы, потому что, ну, по понятным причинам их конфронтации. Но, тем не менее, смотрите, что происходит. Европа нам все равно проявляет свой эгоизм и не дает то вооружение, которое нам очень нужно. Это и ракеты, прежде всего, я не совсем тут не только про Таурус, а это и ракеты Атакамс, которые есть в Европе, это и средства ПВО, которые есть в Европе, те же патриоты, да, вот сейчас немцы ищут патриоты очень сильно, у них у самих 10 батарей, у немцев, да, дадут они свои или не дадут? Они буквально вчера-сегодня заявление, сегодня, по-моему, Financial Times о том, что гигантскую реформу готовит Германия. Плюс Германия, как только узнали о заявлениях Трампа в конце 23-го года, тут же до 2% ВВП увеличили оборонные расходы, да. Дадут они свои 10 батарей или не дадут? Может поделиться Румыния с нами патриотами или Польша? Что-то у меня сомнения, но или будут стараться выкупить у Бахрейна, например, или где-то там на Ближнем Востоке, да, потому что азийские государства, там, Япония, Южная Корея вряд ли дадут, они сейчас перегруппировку свою делают. И вот такой вот момент, у штатов там что-то около 60 батарей, но я думаю, что штаты не продадут ввиду такой огромной территории и, ну, и нынешней ситуации. Поэтому показательно, а ведь здесь не только можно усилить, скажем, не только можно усилить ракетами ПВО, да, можно, например, поменять очередность поставок, да. Ну, например, тот же Ryan Metal заключил договор с Венгрией, да, которая совсем не европейская и совсем история не про НАТО. Но в рамках работы с Венгрией будут поставлены системы, будут производиться Sky Ranger, очень современная мощная система ПВО с программированными боеприпасами. Вот эти вот системы Skynex, Sky Ranger, очень важно, чтобы в первую очередь попали они Украине. То есть ракеты, средства ПВО, например, те же средства, будем говорить так, береговой охраны. Например, у Польши есть береговой комплекс Naval Strike Missile, да, новейшие серьезные ракеты. Например, Норвегия имеет катера, да, они очень дорогие, катера типа Sköld, но они 65 узлов скорость развивают и имеют эти ракеты NSM, Naval Strike Missile. С такими бы катерами мы бы флот бы расстреляли бы очень уверенно и быстро, да, самое главное быстро, нам нужна быстрота. А взамен мы сейчас барахтаемся в дефиците всего, да, дефицит всего. И теперь как Европа будет дальше, так сказать, с поставками решать, с поставками вооружений, то есть сможет ли она перешагнуть через себя и нет ли тут ситуации, когда за счет Украины Европа просто оттягивает время для своей подготовки к войне. Ну и есть еще интересное наблюдение по Европе, смотрите, Дания, Нидерланды, Германия, Испания уже выбрали не американский HIMARS, да, как РСЗВ, а выбрали израильский, израильскую систему PALS. И уже создают в Испании завод для производства этих ракет. Что это говорит? Это говорит о отстранении от Америки, да, о том, чтобы Европа учится быть самостоятельной. Скажем, прибалтийские государства закупили такие комплексы противокорабельные израильского производства «Блюспия». И это тоже элемент того, что, а Польша, смотрите, Польша самый надежный всегда был партнер Соединенных Штатов в Европе. Что делает Польша? Вместе с F-35 покупает южнокорейские самолеты, да, вместе с «Хаймарсами» с громадным количеством покупает южнокорейские системы артиллерийские, да. То есть мы видим, ну и Румыния, кстати, на стадии заказа. То есть мы видим ситуацию, когда Европа учится быть самостоятельной, но весь вопрос в том, а учитывает ли она Украину здесь? Насколько учитывает? Потому что, да, бизнес, мы хотим, чтобы пришел бизнес, там, Biosystem, Rheinmetall, там, и другие компании. Но этого мало. Нам нужно оружие сегодня, сейчас, да. Это все видит Кремль, конечно. Теперь перейдем к Китаю. Китай, почему Китай стал более активно играть сейчас, в 2024 году роль? Потому что в 2023 году США провели, ну, на самом деле, филигранную, уникальную работу по, во-первых, переориентированию ряда компаний в Индию, крупных инвестиционных компаний. Во-вторых, Индия начинает играть гораздо большую роль в микроэлектронике и в высокотехнологической продукции, чем Китай. Ну и, наконец, Индия становится сдерживающим фактором Китая. Европа отстранилась от Китая, ЕС это был главный, ну, будем говорить так, торговый партнер Китая, где и санкции европейских государств по технологиям Китаю, дальше уменьшение количества закупок и всего прочего с переориентированием на Индию. Все это привело к определенному экономическому, ну, я не хочу сказать кризису, да, но стагнация и почти там, почти что деградация, да, экономическая. И Китай хочет восстановить это все. Хочу обратить внимание, недавние переговоры с Нидерландами. Марк Рютте, да, исполняющий обязанности премьера, был в Китае, да, и с ним встречался Си Цзиньпин. Заявление МИДа китайского было крайне жестким, крайне жестким. Там было сказано не по-китайски, почти не по-китайски, а именно вот по-нашему, да, было сказано, что либо глобальное сотрудничество, либо глобальная конфронтация. И Нидерландам напомнили, там есть одна компания, она доминирует в Европе и, пожалуй, наверное, даже в мире доминирует. По напечатыванию микроэлектроники очень такой мощной, это 14 нанометров и меньше, то есть это очень мощная система, которая ушла из Китая в 23-м году. И ушло еще две британские компании по микроэлектронике, то есть там серьезное ограничение. Китай очень хочет поменять ситуацию. По электромобилям с Германией проблемы, да. Сейчас в конце этого месяца Олаф Шольц должен посетить Пекин, с ним будет разговор, а уже в начале мая Си Цзиньпин приедет в Париж к Макрону. И центральный, кстати, это то, что Макрону удалось, да, ему удалось привлечь Си Цзиньпина таким образом, что его Макрона видят практически лидером европейским или одним из крупных лидеров. И поэтому это, конечно, льстит Макрону, посмотрим, как дальше будет. Но самый главный момент. Китай хочет решить свои экономические проблемы в Европе, но при этом центральный вопрос Украина. Центральный вопрос Украина. И задача создать площадку в Швейцарии, переговорную площадку, и там рассмотреть возможность перехода к мирным, в кавычках, переговорам, да. Вопрос стойкости Европы как никогда актуален. Именно поэтому Кремль хочет давить максимально блефуя, даже не будучи готовым к наступлению, будет это делать. Почему? Потому что нужно повлиять на, успеть повлиять, пока есть разобщенность между, внутри НАТО, между США и Европой. Пока в Европе думают, кто же лидер в Европе, да. Есть были внутренние, ну такие, если не склоки, то намеки на разбежности, да, на разногласия. Намеки на разногласия между немцами и французами, между французами и британцами, да. То есть есть нюансы. Вот, и в конце концов, вот эта вот ситуация, связанная с Украиной, что Украина оказалась с дефицитом вооружений и боеприпасов, и не только, да. Да, упомянутое мной издание «Политика» прямо сказало, это было центральным пунктом в материале издания. Оно заявило, что Украина находится в глубоком внутреннем политическом кризисе. И это, к сожалению, к сожалению, это близко к реальности, да. Потому что ситуацию, я не буду тут детали рассказывать, чтобы, но есть ситуация, которая началась с эмоционального сбоя, будем так говорить, на улице Банковой, да. Когда был 8 февраля, была замена главнокомандующего, это было не центральное событие, это только цепь, да, пошла событий. Но сейчас, буквально вчера, сегодня мы переживаем, ну, некие такие центральные моменты в этой цепи. Ну, например, вот этот сотрудник СБУ, Артем Шила, да, который оказался не просто замешанным в коррупционном скандале, но, по всей видимости, многие эксперты, это нужно еще добиться, чтобы официальная власть как-то разъяснила эту ситуацию, да. Кстати, мне лично очень интересно, почему человек, который, по мнению тех, кто его обвиняют, причастен к тому, что ушло, да, улетело у государства 95 миллионов, и вдруг залог за него сделали 30 миллионов гривен. И залог этот уже внесли, да, кто внес, как, почему. Ну, мне кажется, что вот эти все вещи, когда таких людей, как запятнавший себя в офисе президента Кирилла Тимошенко становится советником министра обороны, да, когда, вот, посмотрим, пропетляет в кавычках, да, этот Артем Шила или нет, и как это коснется, этот скандал, как коснется непосредственных представителей власти, А ведь там речь идет только на минутку, в том числе и об Александре Камышине, который тогда руководил Укрзалезнесей, а сейчас руководит всей оборонной промышленностью, фактически, да, это министр, министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, да, А это и дроны, это и зенитно-ракетные комплексы, это и все, почти все вот эти вот проекты совместные с Rheinmetall, с французскими тремя компаниями, мы их не знаем названия, но, как бы, это те, которые боеприпасы готовы делать, и вот это все крайне становится, ну, важным, и, разумеется, это все в Кремле чувствуют, ощущают, и могут погнать армию. Ну, недоподготовленную армию погнать на такой, так сказать, штурм, да, ну, и, наконец, мы должны, ну, не то чтобы оценить возможности такого российского давления, мне кажется, что речь даже не о том, что будет происходить на поле боя, Мне кажется, что Россия в ее ситуации нынешней, с уровнем подготовки и с тем, что она имеет, имеет достаточно ограниченные возможности по наземному продвижению. Так же, как и в свое время, в 23-м году силы обороны Украины имели достаточно ограниченные возможности по продвижению. Но вопрос здесь, по-моему, центральный, это за счет давления, за счет где-то даже блефа, создать прецедент, когда будет все-таки консенсус европейский, чтобы такие переговоры, в кавычках мирные, да, произошли. К счастью, большинство политиков и менеджеров военных в области безопасности на сегодняшний день понимают, что Путину крайне нужна передышка, крайне нужна, потому что армия российская, она не успевает, она не то чтобы выдыхается, она и не выдыхается, но она не успевает нарастить возможности операционные, и не успевает создать этот ударный кулак. А как только все остановится на фронте, даже позиционная война, то Путин получит вот эту вот опасную для нас передышку. И будет, как бы, происходить ситуация, когда армия будет очень быстро готовиться. Я уже не говорю о другой плоскости, о том, что на фоне того, что у нас, сколько, 44 государства подписалось, чтобы создавать трибунал для России и для Путина, да, на фоне этого, если произойдут переговоры, то у Путина появляются шансы, чтобы с ним говорили на равных, и чтобы он, как военный преступник, как мы сленгом говорим, пропетлял, да, то есть не был привлечен к ответственности, и чтобы его, вот это вот объединенное ОПГ, да, эта группировка преступная вместе с Шойгу, там, Герасимовым, там, Лавровым и всеми другими, и с Медведевым, кстати, да, хоть он похож больше на идеолога всей этой глупости, но мы помним, идеологов в Нюрнберге тоже вешали, да, и несмотря на их удивление, что они никого не убивали, вот, поэтому здесь ситуация для нас достаточно непростая, но, с другой стороны, из всего этого, из хорошего, что эгоизм Европы уменьшается, и мы имеем шансы все-таки, как бы, суметь преодолеть этот 24-й год и выйти на совместную, на совместную с Европой подготовку к войне, к, уже к наступательной войне, с учетом, так сказать, с учетом новых возможностей, то есть это говорит не об остановке войны, а о преодолении этой войны, да, боеприпасы и, будем говорить так, вооружение зеркального плана, да, то есть это, там, танки, боевые машины, там, САУ, я думаю, что мы сумеем получить и будем получать. Что касается, например, самолетов, да, есть, с одной стороны, Швеция готова ускорить по Гриппенам ситуацию, да, и это тоже бы нам бы очень не помешало бы, очень было бы важно. С другой стороны, улетают 24... А что, уточнение? Можно уточнение? Вот недавно мне говорили один из экспертов, который занимается самолетами, что вот эти Гриппены нам очень нужны, если мы хотим получить Тауруса, потому что Таурусы очень хорошо именно подвешиваются, не под F-16. Это только одна сторона дела, ведь Таурус, это та история, которая тянется от Салливана, да, от ядерной боязни, от всего прочего вот этого, и это ведь мелькала информация о том, что Шульц и его окружение боятся, что получение Тауруса может спровоцировать удар России по Германии, да, то есть это практически то же самое, что говорит Салливан про США, да, причем говорит он или не говорит, достоверно неизвестно, это со слов, я это хочу подчеркнуть, да, что это мы знаем со слов вот этого Маккола, да, Майка Маккола, который об этом сказал публично, что Салливан думает, да, о том, что вот так это произойдет. Точно такая же ситуация и про Германию, она не прямо, ведь Шульц не заявлял, что я не дам Таурусы, потому что будет удар по Германии, а это такая более кулуарная информация. Но эти опасения существуют, и поэтому для Украины здесь ситуация выглядит так, что Украине будут давать вооружение, которое будет сдерживать врага, но не освобождать территорию. И для Украины остается только один шанс, это врага сдержать, удержать, а свои все действия перенести главным образом на Крымский полуостров и частично на территорию России. Вот это вот, ну, как бы палочки-выручалочки, на мой взгляд, как наблюдателя за всей этой панорамой, да, потому что если бы мы сумели каким-то образом получить, например, купить, да, мы уже не раз об этом говорили, те же ракеты Атакумс, они есть в Румынии, в Польше, в Катаре, в Бахрейне, там достаточно купить эти 300 ракет, да, да, купить у Турции ракеты Тайфун дальностью 560 километров, да, не знаю, пойдет на это или не пойдет, но там тоже сейчас политика бурлит, да, и даже некоторые заявляют об окончании эры Эрдогана, да, я не думаю, что все так для Эрдогана печально, но изменения могут быть и могут быть серьезные. И купить у Турции, например, был Дмитрий Кулебов в Индии, наш министр иностранных дел, неизвестно, какие он вел там переговоры, но мы знаем хорошо, что в Индии есть оперативно-тактическая ракета Пролай, да, дальностью 500 километров, почему бы нам, не нам, а пусть Евросоюз, пусть немцы купят, пусть французы купят, и нам такие ракеты, ну, поставят, да, чтобы вот эти вещи, почему я говорю о ракетах, потому что ракеты это та уникальная ситуация, о которой мы можем гарантированно и мощно уничтожать логистические центры, ну, и плюс все штабы, скопления, это если про Крымский полуостров говорить, и в том числе, ну, создать ситуацию вакуума логистики, вот что нам нужно сейчас, да, вакуум логистики для Крыма, для южных, для группировок, которые на юге Украины, потому что это все взаимосвязано, та железная дорога, которую они там тянут по сухопутному коридору, она тоже уязвима на самом деле, да, то есть тоже можно ее держать под контролем, имея ракеты, почему с дронами ситуация слабее, потому что дроны имеют боевую часть все равно, там, 50-70 килограмм, это, ну, не та боевая часть, которая нужна, но будем говорить так, если бы брать ракету крылатую с боевой частью, ну, 200-300 килограмм, да, вот это будет уже совсем другой уровень удара, да, и другой уровень возможностей, но вместе с тем есть и креативность украинских инженеров, да, вот самолетик А-22 спортивный, да, взяли, напичкали взрывчатым веществом и отправили аж в Татарстан, да, за 1200 километров, который там совершил свою миссию, я думаю, что в этом тоже важна, важность для Украины, поиск, быстрый поиск новых технологических решений, это сама ситуация с инстинкт самосохранения и попытка обеспечить самостоятельность себя, чтобы выжить, будет толкать нас на вот такие действия, и мы видим сегодня элементы этого, что уже качество, вернее, не качество, а эффективность ФПВ дронов, которые с сентября 23-го года стали главным вообще оружием, да, заменили даже артиллерию, но эффективность ФПВ дронов сегодня составляет 40% на поле боя, да, их частично сбивают ружьями, садят рэбовскими комплексами, окопным рэбом, да, там, разными системами, и их в будущем еще чуть-чуть и будут перехватчики работать, да, США уже для себя заказало, кажется, 600 койотов, да, такие новые системы перехвата, я думаю, что что-то подобное будет и у нас, потому что с реактивным двигателем украинцы могут делать эти вещи, да, то есть уже есть беспилотники с реактивным двигателем и достичь той скорости, которая будет сбивать, ну и плюс переход к новым системам, наземные роботизированные системы, подводные, подводные беспилотные системы, вот это вот то, куда мы движемся и где мы создаем новые возможности за счет украинских технологий и за счет военно-технического сотрудничества, ну у нас нет другого выхода, к сожалению, вот только так. И я почему-то верю, что наступление врага летнее, оно захлебнется, я, ну, я понимаю, что для заявления четкого должны быть аргументы, один, два, три и так далее, да, но пока это интуитивное восприятие ситуации, но мне кажется, что не сумеет Путин, если пустит неподготовленное войско на неподготовленной или старой технике, то не сумеет достичь того эффекта, на который он рассчитывает. Валентин, спасибо вам огромное, спасибо, что были сегодня с нами, очень вам признательны, спасибо. Спасибо вам, Людмила, да. Валентин Бодрак был сегодня с нами на связи, за что мы ему страшно благодарны. Конечно, признательны вам наши спонсоры на платформе Patreon. Оставайтесь с нами.